Всем привет! Сегодня редкий, но довольно-таки популярный контент на моем канале — это тестирование маркеров. Да, это те самые невероятно красивучие маркеры от Artex. Мне их прислал лично сам бренд, и, как я поняла, это их классический набор, ну что-то вроде стандартного, в котором 80 оттенков. Ну и, наверное, я сразу же начну с внешнего вида. Упаковки у этого бренда вообще абсолютно все очень и очень хороши. Они, возможно, не всегда практичны, об этом я расскажу чуть позже, но они 100% очень качественно и красиво сделаны. И, конечно же, в первую очередь это касается наборов с маркерами. Причем вот этот большой набор еще не самый красивый, а есть наборчики поменьше, которые рассортированы тематически или по оттенкам, и вот там, ну вообще красота. Контейнеры для маркеров из плотного картона с пластиковой подставкой внутри, которая, по-моему, вынимается оттуда. И все это в наимилейшем оформлении. Также вместе с маркерами мне прислали два скетчбука. Один стандартный формат А5, а второй тоже небольшой, квадратный. Большое, огромное спасибо за квадратный скетчбук. К сожалению, хорошие скетчбуки квадратного формата — это все еще редкость. На скетчбуках не указано, сколько грамм, но бумажка очень плотная. Я думаю, что 250 точно есть, может быть, даже 300. Сами маркеры имеют два стандартных наконечника и выглядят беленькими и матовыми, очень-очень аккуратными и, наверное, очень-очень маркими. А еще они очень толстые и еле-еле помещаются в мои короткие пальцы-сардельки. Но это уже мои личные проблемы. Вообще, когда я только открыла коробку и посмотрела на оттенки, я как-то особо не обратила внимание на некоторую странность, потому что, ну, у меня в голове было что-то стандартный набор. Ну, стандартный-стандартный, значит, всего по чуть-чуть, да? Но потом я заметила такую странность. Вот когда я сделаю выкраски полностью, присмотритесь, не замечаете ли вы чего-то странного? Я не знаю. Может быть, у меня какое-то помутнение, и я просто давно маркеры в руки не брала. Но вот касательно именно этого набора, у меня есть стойкое ощущение, что он, в нем как будто очень много нежных, пастельных, светлых оттенков. Понимаете, о чем я? То есть, как будто бы мало темных и глубоких. И вообще, если на него внимательно посмотреть, то можно увидеть, что как будто бы действительно слишком-слишком светлый набор. И я не говорю это в контексте того, что это как-то плохо или хорошо, просто как факт. Много именно светлых, нежных, пастельных оттенков. Надо будет проверить мою теорию, сделать картинку черно-белой и посмотреть. Но вот у меня почему-то сложилось именно такое впечатление. Я какой цвет не возьму, а он какой-то нежный. Потому что, знаете, обычно о стандартных наборах там все-таки, мне кажется, побольше каких-то темно-коричневых, темно-зеленых, темно-синих, таких глубоких, дарковых оттенков. А тут их как будто бы в соотношении, да, не так уж и много получается. Но надо сказать, что оттенки красивые. 77-й, например, нежно-лавандовый. Рядом с ним 18. Тоже очень красивый, розовенький, нежный. Под ним 28-й телесный. Я пыталась сделать выкраску для того, чтобы было видно не только первостепенный слой, но и наслаивание, да. Но у меня это не сильно получилось, потому что я практически сразу пыталась накладывать второй слой. А маркеры, вы знаете, они такое не любят и особо не реагируют, когда вы по-сырому кладете 2-3 слоя сверху. Они, ну, там особо не видно никакой разницы, да. Только на некоторых оттенках можно заметить. Но в целом маркеры хорошо наслаиваются. Я это уже потом проверила опытным путем, когда рисовала скетч, когда скетчила. И, конечно же, когда маркер немножко впитывается в бумагу и подсыхает, второй слой уже ложится более очевидным. И явно на тон или даже на пару тонов потемнее. Бумага, кстати говоря, отличная. Я до этого рисовала только на ультра-тонкой бумаге для маркеров. А это плотненькая. И мне она нравится, на самом деле, гораздо-гораздо больше. На тонкой бумаге мне не очень, естественно, нравится рисовать. Эта бумага, да, пропускает маркер. На обратной стороне все видно. Но, кстати говоря, на следующем листе не отпечатывается. То есть, в принципе, хорошо, что листы, которые находятся снизу, они не пачкаются. Вообще, я хотела бы, наверное, все-таки рассказать вам кулстори касательно этого бренда. Тут немножко, знаете, произошло такое некоторое чудо. Я решила протестировать эти маркеры и приобрести их сама. Более того, они у меня уже лежали в корзине. Я, правда, выбрала не этот набор, а два других набора поменьше. И они уже лежали у меня в корзинке на Озоне, по-моему. Я хотела их заказать. И вот прям на днях, на днях я там копила посылочку побольше, что-то ждала. И думала, ну все, сейчас закажу, буду тестировать. И тут, я не знаю, чудом какой-то вселенной, мне, собственно, пишет сам этот бренд. И говорит, мол, Дарья, мы вот хотим вам прислать маркер. Я, конечно же, очень обрадовалась. Думаю, как, кстати, ребята, вы даже не представляете, насколько вы вообще попали в тайминг, так сказать. Но, кулстори не в этом. Я покупала гуашевые краски. Помните, они в очень-очень красивой упаковке, но не совсем эргономичной. Помните такую гуашь, прям в шайбочках таких. Я вам оставлю обзор на эту гуашь, если вдруг вы его не видели. Очень классный обзор. Очень классная гуашь, но недостаточно удобная и практичная упаковка. И, собственно, бренд сказал мне, что они видели этот обзор, и что он оказался очень полезным для них. И они написали рекламацию на производство в надежде улучшить упаковку для комфортного использования. Я была очень приятно удивлена. Мне кажется, это очень круто. И так должно быть. Так должен вести себя абсолютно каждый бренд. Я не знаю, получится ли действительно у них изменить упаковку, так как это сложный процесс. Вы понимаете, это не делается по щелчку пальцев, но сам факт, что бренд отслеживает отзывы и реагирует на них, и пытается что-то сделать, пытается как-то усовершенствовать продукт для использования, это просто замечательно. Это нормально, так и должно быть. Меня это, конечно, очень обрадовало, и я надеюсь, что все получится, и их упаковки будут становиться все удобнее и удобнее. Потому что, в принципе, краш это уже некуда. Говорю как человек максимально придирчивый к эргономике и к визуалу. Для меня это важно. И да, я оцениваю очень часто, вернее не очень часто, а всегда буквально оцениваю то, как выглядит упаковка художественного материала. Не менее важно, чем сам материал и то, каков он в использовании. Так что, как минимум, этот бренд уже выделился своей упаковкой красивой. И поверьте мне, это все не зря. Это все не зря, это все действительно работает, это привлекает внимание и с точки зрения маркетинга, и с точки зрения удобства. Это очень круто и классно. На самом деле, я пыталась выявить какие-то минусы у этих маркеров, но я их не выявила. У меня не было никаких проблем с ними, абсолютно. Все с ними хорошо, они красиво растекаются, вернее, не растекаются, но вы поняли. То есть, бывает такое, что маркер немножко неуправляемый, и знаете, у него каемчик плывет. Здесь ничего такого не было. Но опять же, да, в совокупности с хорошей бумагой, возможно, если бы я на какой-то другой бумажке рисовала, у меня было бы другое мнение. Но в совокупности со скетчбуком, который мне прислали, все было прекрасно. То есть, у меня реально не возникло никаких трудностей. Маркеры красиво ложатся, равномерно, хорошо наслаиваются. Очень много светлых оттенков делают очень симпатичную кожу. Есть чем добавить какие-то рефлексы, типа фиолетовых, горчичных, теплых, таких прозрачных, румяшки, всякие розовенькие и так далее, веснушки, конопушки. Я это все попыталась использовать, и я, в принципе, была довольна результатом. Важный момент, кстати, заказа маркеров с Озон. Сейчас на Озон большие скидки. Для того, чтобы получить дополнительные 5%, вам нужно выбрать маркеры, которые вам понравились, и нажать «Хочу скидку». Там нужно будет запросить скидку 5% и в комментарии указать мой промокод. Таким образом, маркеры достанутся вам еще дешевле. Также у бренда сейчас проходит розыгрыш материала среди подписчиков в Инстаграме. Тоже советую вам заглянуть. Думаю, что я протестирую эти маркеры еще раз и нарисую что-то более сложное и полноценное. Я давно хочу нарисовать какую-то иллюстрацию, посерьезнее, так сказать. И, скорее всего, буду использовать как раз-таки эти маркеры. Так что, если вам интересно, не пропускайте мои видео. В ближайшее время будут еще маркеры. Обязательно напишите в комментариях, как вам эти маркеры, их плюсы, их минусы, что вам нравится, что вам не нравится. В общем, оставьте, пожалуйста, полноценный отзыв. Если вы вдруг ими пользуетесь, поставьте, пожалуйста, лайк под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать. А также не забывайте фолловить все мои соцсети, особенно мой паблик в ВК и Телеграм-канал. Все ссылки, как всегда, внизу в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok